Как-то раз, получив на работе очередные гроши, я задумался, какую зарплату получают люди в разных странах мира. Давайте же посмотрим на страны с самыми большими зарплатами, от которых волосы встают дыбом, и самыми маленькими, над которыми смеяться даже как-то неприлично. Добавлю, что все расчеты я производил по курсу на июль 2017 год. Данные были взяты Евростата, Международной Организации Труда, Организации Экономического Сотрудничества и Развития и Национальных Статистик, то есть независимая оценка зарплат. И специально для моих зрителей покажу зарплаты в разных валютах для удобства. Также суммы указаны чистыми, с учетом вычета налогов. Пожалуй, начнем с самых маленьких средних зарплат и будем двигаться постепенно к лидерам. Зимбабве. 157 место в рейтинге. Самое последнее в списке. Всего 20 лет назад жизнь в стране была стабильной и процветающей, но с 1999 года наступил глубочайший кризис и бешеная инфляция, которая доходила порой до 230 миллионов процентов. Средняя зарплата в месяц в Зимбабве – 21 доллар. Таджикистан. 132 место. Рядом в рейтинге такие страны, как Непал, Камбоджа. Таджикистан – самый низкий уровень средней заработной платы среди постсоветских республик. Власти объясняют сей факт замедлением темпа роста промышленности и резким падением курса с ОМОНи в доллары. Средняя зарплата в месяц в Таджикистане – 110 долларов. Украина. 125 место в рейтинге. Рядышком такие страны, как Киргизия и Суринам. События недавних лет сильно подкосили экономику Украины. Меньше всего получают жители Тернопольской области, а первенство по уровню заработной платы традиционно занимают киевляне. Средняя зарплата в месяц в Украине – 168 долларов. Грузия. 119 место в рейтинге. Рядом такие страны, как Киргизия и Узбекистан. Грузия – это красивейшее государство с древней историей, богатым культурным наследием и уникальной атмосферой. Но экономика Грузии очень зависит от импорта, особенно в части энергоресурсов. Средняя зарплата в месяц в Грузии – 234 доллара. Беларусь. 106 место в рейтинге. Совсем рядышком находятся в списке Армения с Гватемалой. Первое, что бросается в глаза, когда вы приезжаете в Беларусь, это практически идеальная чистота и порядок, которым, к сожалению, не могут похвастаться российские и украинские города. Урны имеются повсюду, поэтому мусор люди выбрасывают только в них. Жизнь у республики во многом напоминает бывший Советский Союз. Средняя зарплата в месяц в Беларуси – 375 долларов. Казахстан. 86 место. Рядом в рейтинге – Черногория и Кения. Республика Казахстан считается наиболее эффективным и быстро развивающимся государством в Средней Азии. Несмотря на это, среднемесячная зарплата в Казахстане у многих людей еще недавно едва позволяла сводить концы с концами. Средняя зарплата в месяц в Казахстане – 480 долларов. Россия. 69 место. Также рядышком в рейтинге такие страны, как Молдова, Намибия, Нигерия. Средний уровень заработной платы в регионах России, по данным Росстата, составляет всего 37 тысяч рублей. При детальном же рассмотрении ситуации и субъектов Российской Федерации выясняется, что доходы граждан во многих областях значительно меньше усредненного значения. Средняя зарплата в месяц в России – 615 долларов. Китай. 56 место. Рядышком в рейтинге такие страны, как Хорватия, Венгрия. Китай является одной из самых могущественных стран. Производственная отрасль Китая нацелена в основном на экспорт товаров по всему миру. Благодаря большим объемам производства вырастает уровень ВПП и заработная плата наемных работников. Средняя зарплата в Китае в месяц – 746 долларов. Я думал больше, если честно. Приближаемся к самой большой зарплате. Германия. 8 место в рейтинге. Рядом такие страны, как Соединенные Штаты Америки и Нидерланды. В 2017 году мир продолжает лихорадить очередного, так нельзя кстати грянувшего, кризиса. Некогда вполне благополучные и стабильные страны отчаянно борются с финансовыми затруднениями и пытаются избежать дефолта. Германия продолжает оставаться четвертой экономикой мира. Кажется, что экономическую стабильность не может поколебать ни наплыв беженцев из стран третьего мира, ни различные забастовки. Средняя зарплата в месяц в Германии составляет 2958 долларов. И наконец, страна с самой большой средней зарплатой в месяц в мире – Швейцария. Зарплата в Швейцарии очень высокая. При этом, в отличие от некоторых стран Европейского Союза, налоговая нагрузка весьма умеренная. С другой стороны, стоимость жизни в стране, включая цены на продукты и аренду жилья, запредельная. Думаю, с такой зарплатой во всех предыдущих странах можно просто шиковать, а не жить. Средняя зарплата в месяц в Швейцарии – 3855 долларов. На этом все. Вот такие незамысловатые цифры. И пока вы смотрите весь список стран по зарплатам, я скажу вам одну интересную мысль. Если ты будешь есть колбасу, а я хлеб, в среднем мы с тобой будем есть хлеб с колбасой. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Бизарр Ворлд и увидимся в следующем выпуске. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»